Активность российских спецслужб за пределами Федерации достигла уровня времен Холодной войны, уверены в Европе. По словам бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фуграсмусена, поскольку план А Путина провалился и российским войскам не удалось захватить Украину в 2022-м, то теперь он взялся за план Б. Его цель – раскол западного мира. Расчет Путина состоит в том, что чем дольше будет длиться война, тем больше вероятность того, что население Запада утомится войной. Я слышу этот аргумент снова и снова. Давайте установим мир, давайте вернемся в более комфортные времена. Но если мир будет достигнут за счет украинцев, если украинцы будут вынуждены отказаться от территории, тогда Путин придет к выводу, что его вторжение было успешным. Он будет жаждать большего. Почему бы не продолжить? Дальше будет Молдова, потом Грузия, потом он надавит на страны Балтии. Андерс Фогг Расмусен, генеральный секретарь НАТО 2009-2014 годов. В интервью телеканалу НТВ. С бывшим главой Альянса согласен и министр обороны Швеции. По мнению Пола Йонсона, режим Путина готов пойти на большие риски, в том числе на войну против стран-членов НАТО. «Я считаю, что Кремль и сам Путин осознают, что они проиграют эту войну. Но я считаю, что Россия очень заинтересована в том, чтобы разделить нас политически как в ЕС, так и в НАТО». Поу Йонсон, министр обороны Швеции. В интервью Бильд. Диверсии, дезинформационные кампании, гибридные атаки и ядерный шантаж. Действия России, по мнению аналитиков, становятся все более агрессивными, а ложь – откровенной. Лукашенко неоднократно заявлял, что Российская Федерация передала Беларуси ядерные ракеты, но в распространении ядерного оружия Путин обвинил Данию. Он рассказал, что США якобы отправили туда ракеты средней дальности, способные нести ядерный заряд. В Министерстве обороны Дании прокомментировали – в государстве не развернуто ни одной такой ракеты. НАТО – оборонный альянс. Сдерживание и обороны являются одними из основных задач НАТО, что необходимо на фоне агрессивной России. Из заявлений Министерства обороны Дании. Несмотря на то, что часто за угрозами Кремля не следуют конкретные действия, в Европе обеспокоены заявлениями российского диктатора и его приближенных, особенно соседей России. У нас есть два выбора. Либо поверить в то, что Путин никогда не пойдет на атаку на НАТО, потому что мы тоже в НАТО. Верить, что это правда и ничего не делать, потому что вы не можете себе представить, что они на нас нападают. Или у нас есть другой путь, который нужно подготовить на случай, если этот сумасшедший Путин все же решит напасть на страну НАТО, потому что он думает, что НАТО ослабело, потому что он думает, что может победить. Усиливать обороноспособность альянса – это верный ответ на гибридные угрозы Кремля, считают в Брюсселе. Именно поэтому Швеция, к примеру, проводит учения для своих военных при участии иностранного контингента. У нас были партнеры в свое время, которые, например, на протяжении многих лет приезжали тренироваться в формате Белтапс. У нас здесь были иностранные войска, но как член НАТО мы впервые в данном случае в формате Белтапс 2024 приглашаем солдат США, а также польских солдат, приехать и пройти обучение на Готланде. Глава Вооруженных сил Норвегии считает, что у НАТО есть всего два или три года, чтобы подготовиться к эффективному противостоянию возможной агрессии России. В интервью Bloomberg Эйрик Кристоферсон подчеркнул – союзникам нужно ускориться. Лариса Петрук для телеканала Freedom.